Здравствуйте! Я приветствую вас в научно-исследовательском зоологическом музее МГУ. Большая часть наших сотрудников — это самые настоящие учёные зоологи. Что мы делаем в нашем музее? Мы изучаем животных, выпишем очень интересные научные статьи, и мы в курсе всех последних новостей зоологии. Если животные интересны вам так же, как и нам, то вам с нами по пути. Друзья мои, я снова рада вас приветствовать в зоологическом музее МГУ. Что мы будем делать с вами сегодня? Я предлагаю поговорить про зубы влекопитающих животных. Это очень опытная тема. Зубы очень разные. Очень интересно, как же животные ими пользуются. Давайте поскорее пойдём и узнаем про это побольше. Посмотрите внимательно на зубы бегемота. Они разные. Есть огромные клыки, огромные резцы и очень интересные формы жевательных зубов. Но как же так это получилось? И какие зубы у всех остальных влекопитающих? Пойдёмте со мной дальше скорее, я вам всё обязательно расскажу. Итак, как мы можем назвать зубовую систему влекопитающих? Если вы откроете энциклопедию, школьный учебник, то вы увидите там достаточно страшный термин. Там будет написано, что у них гетеродонтная зубная система. Но я вам сейчас объясню, что это такое. Это значит, что во рту влекопитающих есть зубы, которые разные по форме и размеру, и они выполняют разные пункты. В чём разница со всеми остальными? Вот смотрите, у меня здесь есть челюсть акулы. Если будем смотреть внимательно, тут несколько рядов зубов. Есть маленькие зубы, есть крупные. Но что маленькие, что более крупные, абсолютно одинаковые формы. И тогда я не говорю, что это гетеродонтная зубная система. А настоящая гетеродонтная зубная система мы сейчас с вами посмотрим. Это череп, пока не скажу кого, пусть это будет маленькая тайна. Но давайте смотреть. Вот жевательные зубы вот такой формы. Клыки абсолютно другой. И резцы третьей формы. Такую же историю вы можете наблюдать в своём собственном рту. Значит, одни зубы позволяют влекопитающим животным сжевать при соответствующей форме. Другие могут использоваться для убийства, а третьи могут служить тем, что помогает откусывать пищу. Кроме того, что влекопитающие такие сложные по форме и разнообразные зубы, у них очень интересным образом двигается челюсть. И это вы можете проверить на себе. Смотрите, мой рот двигается вбок. Лягушки, рыбы, рептилии, птицы не умеют двигаться вбок ртом. Они не умеют пережевывать пищу. А влекопитающие умеют. Теперь давайте смотреть, какие же разные у нас бывают зубы влекопитающих животных. И начнём мы с вами, наверное, с хищников. А вот и обещанный хищник. Обещала вам, что мы начнём говорить про зубы на примере хищника. И мы с вами пришли к серому волку. Для того, чтобы мы могли рассмотреть зубы поподробнее, я сходила в нашу научную коллекцию и принесла вам череп. Самый настоящий череп серого волка. Давайте посмотрим, какие же зубы у наших хищников. Обратите внимание, что эти зубы очень узкие и очень острые. Они не предназначены для того, чтобы жевать. Пожалуйста, даю вам такое маленькое домашнее задание. Понаблюдайте за своей собакой или кошкой. Это примерно такая же зубная система. Они не жуют еду. Они отрывают куски мяса от костей. Могут разорвать кусок на более мелкие части. Но они его не пережевывают. Потому что зубы для этого не приспособлены. Что ещё интересного в зубах? Интересно то, что самые крупные зубы находятся у волка в глубине рта. Сейчас я череп соберу и посмотрите. Вот здесь, где мой палец, большие-большие крупные зубы. Такой зуб называется хищнический зуб. Точнее не один, а два. Нижний и верхний. Почему же самые крупные зубы, которыми волки собираются разгрызть что-то жёсткое или кого-то убить? Почему они находятся в глубине рта? Сейчас попробую вам объяснить. Почему хищнический зуб находится в глубине рта? Наши с вами челюсти, а также челюсти млекопитающих животных по принципу работы мы можем сравнить с ножницами. Наверняка с ножницами вы почаще сталкивались, чем с челюстями млекопитающих. Смотрите, если я даю вам ножницы и прошу вас разрезать какую-нибудь веточку тоненькую в дерево. Если вы будете резать кончиками ножниц, то это будет тяжело сделать, потому что давление не очень сильное. Если вы эту веточку засунете в глубину ножниц, то у вас это легко получится. Теперь давайте попробуем эти ножницы положить на наш с вами рот. Вот здесь в глубине наше давление самое большое. Именно поэтому вот здесь в глубине у наших животных располагаются те зубы, на которые они будут больше всего давить и которыми они будут делать самую сложную работу. Допустим, отгрызать мясо от костей или перегрызать те самые кости. Если вы понаблюдаете за своей собакой, вы убедитесь в том, что это так и есть. Чтобы еще лучше почувствовать разницу между зубами хищного животного и травоядного, я предлагаю вам сравнить. Все познается в сравнении. Вот посмотрите, небольшая площадь поверхности у зубов хищного животного и очень большая у травоядного. Этими зубами перетирают пищу, в данном случае лошадь перетирает она траву, а этими зубами ничего перетереть и переживать невозможно, только оторвать. Если мы посмотрим на эти черепа сбоку, зубы травоядного не острые, они вот такие шершавые и достаточно плоские, а зубы хищного животного очень острые. Теперь я предлагаю нам собрать этот большой череп, который мы смотрели. Это был пример травоядного животного. И пойдем в наш зал поищем, кому же он принадлежит. Вот мы с вами собрали череп. Теперь пойдем выяснять, чем. Может быть это череп лошади, может быть это корова, может быть лось или олень. Сейчас я вам объясню, как это легко, просто узнать. Чтобы получше разобраться в чей череп, я вам предлагаю обязательно сходить в зал сравнительной анатомии, который есть в нашем музее. Там очень много скелетов, это скелеты животных, которые сейчас живут на нашей планете. Кроме одного, какой не скажу, сами придете посмотреть. Сейчас объясню, как же понять чей череп. Смотрите, в правой руке у меня нижняя челюсть, а в левой руке верхняя челюсть. И на той и на другой челюсти вы видите резцы. Так, значит и на той, и на другой челюсти видны резцы. И такие челюсти, такие резцы есть только у непарнокопытных животных. То есть это может быть череп либо лошади, либо кулана, либо зебры, либо осла. Ну, в данном случае я вам открою тайну, это череп лошади. Кстати, он у нас участвует в очень интересном занятии. Есть у нас такое интерактивное занятие, когда мы собираем полностью скелет лошади. И мы не просто его собираем, а мы обсуждаем, конечно же, какие кости есть у лошади, как они выглядят у других животных. И даже говорим про то, как они выглядят у нас с вами. Если у непарнокопытных резцы есть сверху и снизу, то есть на верхней нижней челюсти, то очень интересно, а что же у тех, у кого два копытца, у парнокопытных. Самым прекрасным примером нашего музея является, как мне кажется, благородный олень. Надо смотреть внимательно. Некоторые ребята и взрослые даже думают, что художник-пексидервист потерял одну зубу, но на самом деле вот какая интересная вещь. На нижней челюсти резцы есть, а на верхней их нету. Вы, конечно, можете спросить, а как же кабан? Ведь он тоже парнокопытный, но я имею в виду жвачных парнокопытных животных. Еще раз смотрим, два копыта и резцы только на нижней челюсти. Я, опять-таки, очень призываю вас сходить в зал сравнительной анатомии. Там можно поподробнее посмотреть, какие зубы у верблюда, какие зубы у лося, у всех оленей. И вы поймете, что я вас не обманываю, это действительно так. Я хочу обратить ваше внимание на то, как же устроены зубы травоядных животных. Я сейчас буду говорить про те зубы, которыми они перетирают траву, жевательные. Посмотрите, пожалуйста, что это вот такие вот широкие поверхности. Здесь виден так называемый лабиринт. И все это на ощупь создает ощущение терки. Если вы им не верите, у вас есть уникальный шанс проверить. У нас есть в музее занятия, посвященные зубам животных. И мы вам даем их потрогать. Все можно пощупать и убедиться, на что это похоже. Сейчас я хочу вам задать интересный вопрос. Давайте посчитаем, сколько жевательных зубов у лошади на верхней челюсти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В чем мой вопрос? Я прошу вас прийти к нам в музей и сказать мне, а сколько жевательных зубов по рту у слона? Мы сейчас с вами стоим около витрины, где зубы мамонтов. Но слонове зубы на них похожи. Как это узнать? Надо зайти в зал строительной анатомии и очень внимательно рассмотреть скелет индийского слона, который там стоит. А теперь мы с вами вернемся к черепу, который я уже держала в руках в начале нашего рассказа. И я сказала, что не скажу, кто это. У меня будет к вам вопрос. Давайте смотреть. На этом черепе мы видим большие острые клыки. Но зубы, при помощи которых это животное жует, не похожи ни на травоядных, ни на хищных. Скажу вам честно, что такой формы зубы у всеядных животных. И маленькая загадка. Что за всеядное животное живет в средней полосы нашей страны и имеет вот такой череп? Как вы думаете? Я вам немножечко подскажу. Это животное очень любит есть ягоды. Оно иногда ест траву. Оно не очень любит есть мясо, потому что тяжело этому зверьку оторвать свежее мясо от костей. Но оно любит есть рыбу. Если получается такая ситуация, что этот зверь сталкивается с мясной пищей, он обычно свою еду положит, подождет немножечко, чтобы она испортилась. И когда мясо становится чуть-чуть попортившимся и более мягким, зверь его ест. Даю вам три секунды подумать. Раз, два, три. Сейчас пойду и покажу вам правильный ответ. Это животное, которое вы можете встретить у нас здесь. И зверек называется бурый медведь. Они бывают достаточно разных размеров. Этот не очень большой, скорее всего не с Камчатки, где-нибудь с Белого моря. И действительно у бурого медведя, у белого медведя, у панды, у них у всех вот такая вот зубная система. Им очень удобно что-то перетирать. Ягоды, желуды, орехи. Им, правда, не очень удобно иметь дело с мясной пищей. И если бурый медведь наш, в общем, может себе позволить в основном есть травоядную пищу, все наши интересные вопросы будут относиться к белому. Белый медведь, а как же ты? Ты же абсолютный хищник. Как ты справляешься с такими зубами? И тут надо очень внимательно смотреть за белым медведем. Чаще всего они съедают подкожный жир с тюленей, на которых они охотятся. Надеюсь, что вы все пробовали сало. Это мягкая пища. И вот при помощи таких зубов вполне реально такое съесть. А когда дело доходит до мяса, ну, хорошо, если оно чуть подпортится. Если нет, медведь голодный будет сгрызать долго, упорно и неудобно. Можете сравнить с собой, потому что наши с вами зубы немножечко на это похожи. И, наверное, многие из вас жестко мясо не любят. Сейчас не буду вам рассказывать все. Должна остаться какая-то интрига, потому что очень жду вас к нам на экскурсии. Что у нас еще можно увидеть? Очень интересная история. Посмотрите, вот это вот муравьед. Какие же зубы у муравьеда и есть они у него вообще? Вы можете это узнать, если придете к нам, потому что череп муравьед у нас есть. Поверьте мне, это будет очень большой сюрприз для вас. А еще вы можете у нас в музее увидеть, какого цвета зубы у бобра. Не думайте, что они беленькие, как у нас с вами. Цвет там немножко необычный. И маленькая тайна. Если вы всю жизнь мечтали подержать в руках зуб мамонты, это очень здорово. Представьте, самый настоящий зуб мамонты. Вы можете это сделать у нас на интерактивном занятии, которое посвящено разным зубам животных. Так что не упустите свой шанс, обязательно к нам приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok